Девушки отдыхают Вот золото, теперь ты будешь говорить со мной? Говори, что тебе нужно? Покажи мне свой товар Ты этого не получишь Вместе бы это было так классно Хочу, слышу, слышу Я потом подумаю Если он будет продолжать в том же духе Из этого никогда ничего не уйдет Никаких глупостей, ясно? Все нормально? Работать на этого толстого орка Торека Чистейшее мучение Тебе пора идти Поговори Почу Почу Пося Кжи Не бить, хозяин Что ты тут делаешь? Вот решил передохнуть в этой хижине Ей все равно никто уже не пользуется Но думаю, я лучше пойду работать Шел бы ты отсюда, от греха подальше Быть осторожней с тем, что говоришь Заканчивай с этим Некоторые проблемы не решаются сами собой Приветствую тебя, чужеземец Почему ты пришел ко мне? Кто ты? Мое имя Собота У меня почетное задание следить за дальнейшим существованием рабов в этом городе Тебе нужна помощь? Помощь всегда необходима таким, как я, в этом городе Как правило, здесь все хорошие войны Это комнатные собачки Марика Ни у кого не хватает мужества работать на себя Как у тебя с этим, чужеземец? Что тебе нужно? Несмотря на мое пристальное наблюдение Два раба от меня все-таки улизнули Я бы очень хотел вернуть их обратно Я полагаю, что для такого сильного воина, как ты Это будет нетрудно Тебе нужен человек с боевой мощью, чтобы вернуть одного чахлого раба? Ну да Случай-то не совсем простой Марика увел у меня раба прямо из-под носа И продал его одному из своих людей Я знал, что тут какая-то загвоздка Парня, которому сейчас принадлежит мой раб, зовут Дэн Он гладиатор на арене Понимаю Расскажи мне о своих сбежавших рабах Один из моих рабов работает на орка-кузнеца Торека Марик назначил его к толстому орку уборщиком Он моя собственность, я хочу его вернуть Послушал бы ты моего совета Заканчивайся Конечно, почему нет Ты что, заблудился? Наверное, стражу у ворот крепости выставили неспроста Да уж, конечно Даже не думай войти в крепость просто так Торки нападают во внутреннем дворе на любого, кого они не знают То есть? То есть ты должен иметь заслуги перед городом Чтобы они считали тебя благонадежным Только тогда ты сможешь свободно передвигаться среди них и разговаривать с их главарем Все очень просто Это мне знакомо Кто ты? Я Марик Я командир и инструктор наемников в Монтере Если начнешь создавать здесь проблемы То все претензии будут ко мне И тогда пеняй на себя, понял? Один весьма невежливый наемник по имени Доминик считает, что я должен тебе представиться Вот как? Он так сказал Ну вот ты и здесь У тебя есть работа для меня? Для наемника здесь в Монтере всегда есть дело Но для тебя У меня найдется совершенно особое задание Твое лицо в городе не знакомо И в этом твое преимущество То есть как? Я могу использовать тебя против моих собственных людей И ко мне не возникнет никаких претензий Ты не доверяешь своим собственным людям? Тебя это удивляет? А ты глядись по сторонам Каждый из этих бестолочей думает только о своей выгоде И больше ни о чем Если бы мы лучше сотрудничали с орками То всем бы нам в Мертане жилось лучше Понимаю Я должен работать на тебя в качестве шпиона Ха-ха, да брось Или ты слишком хорош для такой работы, а? По-моему, у тебя нет другого выбора Хорошо, я буду на тебя работать Правильное решение Тогда давай не будем терять времени Хорошо, а в чем конкретно заключается работа шпиона? В последнее время в Монтере и на крестных фермах Все чаще происходят странные вещи Пропадают товары Исчезают рабы Совершается нападение на фермеров И разные другие безобразия Все это сильно попахивает повстанцами и изменой Ты должен выяснить, на кого из моих людей я могу положиться А на кого нет В награду ты получишь золото и уважение И сможешь учиться у меня боевым искусством Я пока подожду в своей хижине у западного входа в город А как поживает талачуга возле твоего дома? Та старая дощатая хибара Если хочешь, можешь ей воспользоваться Там уже давно никто не живет Ты научишь меня драться? Как мне проверить лояльность твоих людей? Не знаю Беседуй с ними, работай за них, подружись с ними Уж как ты это устроишь? Мне не важно, главное выполни Я погляжу, что можно сделать Ты что-нибудь знаешь о Ксардосе? Да, он остановил войну и добился перемирия И запрет рунной магии это была хорошая мысль Он умный человек Я рад, что он не входит в число моих врагов Похоже, ты любишь Ксардоса Любишь? Слишком громко сказано Для этого я слишком мало знаю о темном маге Но мне нравится мысль о том, чтобы прекратить Наконец вечную распри между орками и людьми Видимо, Ксардос является ключом к этому Он замышляет с орками что-то крупное Это меня не успокаивает Что бы о нем ни говорили Он, как и мы, всего лишь человек Где мне найти Ксардоса? Я не знаю, где мог обосноваться маг Говорят, что о его настоящее место пребывания Знают только шаманы орков Насколько мне известно В Гельдерне и Сильдине Находятся некоторые из наиболее важных шаманов Но больше я, конечно, ничего не знаю Я только человек Я мог бы сказать тебе об этом заранее У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Что же такого может случиться? Некоторые проблемы решаются сами собой. Послушал бы моего совета. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Эй, малыш, если ты хочешь драться на моей арене, сперва внеси призовой взнос. Пятьсот золотых монет, или катись отсюда! Вот мой взнос. Отлично, добро пожаловать на арену Монтеры. Здесь уже все заплатили взнос? А ты как думаешь? Нет призового взноса, нет боя. Все очень просто. Ты получишь свои деньги назад вместе с моими. Как только ты победишь меня! Так, кажется, ты еще не получал от меня хорошего удара в челюсть. Что ты думаешь о Марике? Без него лавочка бы не работала. Уж это-то, по крайней мере, ясно. Что такого может случиться? Лучше разберись с этим самым. А, свежее мясо? Как будто мне и без этого проблем не хватает. Какой будет приз, если я одержу над тобой верх? Если ты побьешь меня, я дам тебе пятьсот золотых монет. Расскажи мне о Марике. Я бы с удовольствием одержал на арене верх над этим парнем. Другие о нем очень высокого мнения. Но по мне так это все ерунда. Я уверен, что ни черта не умеет. Голубь даю на отсечение. Ты выглядишь как человек, который сможет выдержать пару ударов. Верно. И все-таки так дальше продолжаться не может. Это твой раб там? Да. Марик всучил мне этого парня. Даже не представляю, что с ним делать. Если хочешь, возьми его себе. Я отдам его в качестве взноса за выступление на арене. Расскажи мне про своего хозяина. Про Марика? У него куча проблем с этим стадом баранов. Но, насколько я могу судить, у него все под контролем. Бестолковым? Что ты имеешь в виду? Ты кажешься мне очень бестолковым. Бегаешь туда-сюда, пристаешь ко всем. Ты что-то ищешь? Я ищу учителя. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Думаю, да. Я могу показать тебе запускание руки в чужой карман или другие приемы. Но ты должен сначала заслужить это. А держи надо мной вверх, и я стану твоим учителем. Ты доволен своим боссом? Ага. Марик хороший. Столько свободы у наемников не было больше нигде в Срединном Королевстве. Некоторые вещи не изменятся никогда. Не надо здесь бузить, ясно? Как будто мне и без этого проблем не хватает. Может быть тебе и все равно, если он будет так продолжать. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Лучше бы ты уладил это сам. Сразись со мной. Хорошо, увидимся на арене. И все равно. Если он будет продолжать в том же духе из этого нигде... Ну тогда покажи, что ты умеешь. Здесь дурака! Крепче бей! Стоп! Крепче бей! Крепче бей! Есть контакт! Крепче бей! Крепче бей! Крепче бей! Крепче бей! Вот так это делается! О, моя голова! Неплохо, ты срубил меня подчистую, парень! Вот твои призовые! Только заканчивай с этим. Пожалуйста, если бы все было так просто. Да знаю, я знаю. Ты серьезно? А если бы было все так просто? Конечно, почему нет? Быть осторожной с тем, что говоришь. Я хочу драться с тобой. Потише, дружок. Здесь я, чемпион. Болтон, может, ты сперва разомнешься перед тем, как бросить мне вызов? Я не выйду с тобой на арену, пока ты не выступишь против всех до одного. Тогда выходи на арену, Болтон. Ну что? Покажи, что ты умеешь! Только заканчивай с этим. Иди сюда. Продолжаться не можем. Оооо! Давайте вместе с этим. Оооо! Есть контакту! У нас сюда просто... Так, показывай, может! На лесу. Так, крепче бей! Так, крепче бей! Есть контакт! Крепче бей! Крепче бей! Крепче бей! Есть контакт! Крепче бей! Есть контакт! Это не может быть! Все-таки мне это очень и очень не нравится Проклятие! Больно-то как? Некоторые вещи не изменятся никогда Я могу сказать тебе об этом раньше У нас серьезная проблема Все еще возитесь? Ничего себе! Да ты неплохой боец! Вот твое заслуженное золото! Когда-нибудь и это тоже закончится Мне и без этого проблем не хватает Лучше бы ты не встревал... Я знаю, не знаю... Выходи со мной на арену! Мне только это и надо! Я знаю... Послушал бы моего совета... Иди сюда, паренек! Эй, ты! Чего ты здесь шляешься? Бо! Бо! Еще! Еще давай! Покажи ему! Крепче бей! Крепче бей! Крепче бей! Оф! Крепче бей! Оф! Крепче бей! Оф! Оф! Это делается! И будет еще хуже! Мне без этого проблем не хватает! Я знаю, я знаю... В следующий раз ты так легко не отделаешься! Некоторые вещи не изменятся никогда! Ты хорошо сражаешься, дружище! Хотя так сразу и не скажешь! Я знаю, я знаю... Как насчет приза? Ты можешь взять моего раба! Я все равно не найду ему никакого применения! Лучше разберись с этим самым! Хуже уже не будет! Все возможно! Опять мне приятности! И все-таки так дальше продолжаться не может! Лучше бы ты не встревал! Я могу сказать тебе об этом раньше! Если не хочешь неприятностей с моим хозяином, то лучше со мной не разговаривай! Его зовут Дан! Он гладиатор! Так что берегись! Ты опять работаешь на саботу? Если ты так говоришь... Опять будут такие неприятности... Давай, давай! Хорошо! Хуже уже не будет! Что же такое? Мне и без этого проблем не хватает! Некоторые проблемы не решаются сами собой! Я даже не хочу этому слышать и подумать! Опять будут такие неприятности! Раб гладиатора Дэна снова стал твоей собственностью! Ты молодец! Я не сомневался в этом ни секунды! Вот твоя награда! Марик тебе явно не друг! Нет, не совсем! Но пока наемники превосходят нас в числе, лучше идти на уступки! Или будешь мертв! Теперь лучше ступай! Если он будет так продолжать... Этого нам еще только не доставал! Никогда ничего не выйдет!